Теперь давайте рассмотрим новую V5A51 пятиступенчатую автоматическую трансмиссию с режимом SPORT. Вот наш новый специальный инструмент. Сжиматель пружин MB-191-789. Набор для регулировки ленточного тормоза MB-991-633. Фиксатор поршня ленточного тормоза MB-191-693. После установки новых уплотнительных колец и проверки, что подшипник номер 13 и его держатель установлены правильно, вставьте выходной вал. Пожалуйста, запомните, что все подшипники и упорные кольца имеют специфическое расположение и направленность. Далее установите подшипник номер 12. Затем вставьте механизм Underdrive Clutch с последующим подшипником номер 1. Ступица механизма Underdrive, подшипник номер 10, за которым следует флайнс выходного вала с подшипником номер 9. Пожалуйста, запомните, упорное кольцо номер 8 может быть различной толщиной для регулировки осевого люфта выходного вала. Поэтому измерьте толщину кольца перед тем, как устанавливать его. Установите центральную упору так, чтобы отверстие для масла было направлено к низу корпуса трансмиссии. Для определения правильной толщины упорного кольца следуйте следующей процедуре. Установите специальный инструмент MB-991-06-03 и индикатор. Используйте специальный инструмент MB-998-304 для того, чтобы надавить на выходной вал по направлению к задней части АКПП. При этом установите индикатор на 0. Затем надавите на выходной вал к передней части АКПП и прочитайте величину осевого люфта. Плотно придерживайте центральную опору, когда давите на выходной вал с тем, чтобы она не двигалась. Если осевой люфт вне допуска, замените упорное кольцо на другое подходящего размера и перепроверьте осевой люфт. После установки стопорного кольца надавите на выходной вал вперед и установите индикатор на 0. Затем надавите на центральную опору в сторону задней части АКПП и прочитайте люфт между опорой и стопорным кольцом. Если он вне допуска, замените стопорное кольцо и перепроверьте люфт. Для того, чтобы отрегулировать люфт реакционной пластины, люфт в блоках фрикционов Second Break и люфт нажимного диска Low Reverse Break тщательно следуйте следующей пошаговой процедуре. Сначала установите волнистое кольцо пружин. Для измерения, нажимная пластина блока фрикционов Low Reverse Break заменяется на специальный инструмент MB991632. То есть, уберите в сторону нажимы пластины и положите следующий за ней фрикционный диск на специальный инструмент. Затем установите по порядку все остальные, кроме этого одного, фрикционные диски и пластины в корпус АКПП. Теперь установите специальный инструмент с фрикционным диском и последнюю фрикционную пластину. Последними установите стопорное кольцо и положите последний фрикционный диск. Затем правильно установите реакционный диск и зафиксируйте стопорное кольцо, которое использовалось до этого. Установите ножку цифрового индикатора на реакционную пластину, проверьте люфт, двигая специальный инструмент. Если люфт окажется вне допуска, замените стопорное кольцо на другое, подходящего размера. Обратите внимание, что нулевой люфт тоже возможен. Теперь вы можете установить Second Break. При установке первой фрикционной пластины будьте внимательны, чтобы не перепутать направление ее установки. Установите еще один специальный инструмент вместо нажимной пластины. Затем установите обратную пружину, поршень Second Break и стопорное кольцо. Установите ножку цифрового индикатора на специальный инструмент и измерьте люфт, двигая специальный инструмент вверх и вниз. Обратитесь к руководству по ремонту и замените специальный инструмент нажимной пластиной с толщиной, соответствующей по таблице полученному люфту. Снова установите обратную пружину, поршень Second Break и стопорное кольцо. Теперь установите ножку индикатора на оставшийся специальный инструмент и измерьте люфт в Love Reverse Break, толкая и поднимая инструмент. Выберите нажимную пластину с толщиной, соответствующей по таблице полученному люфту. Удалите все детали, которые были установлены для выбора нажимных пластин. Установите упорный подшипник номер 7 и блок планетарных передач. Затем установите солнечное колесо планетарного ряда Overdrive, волнистое кольцо пружину и Love Reverse Break без верхнего фрикционного диска. После установки стопорного кольца ставьте верхний фрикционный диск и реакционную пластину. Будьте внимательны, чтобы не спутать направление установки. Зафиксируйте реакционную пластину с помощью стопорного кольца, которое вы выбрали до этого. В следующем установите Second Break с выбранной нажимной пластиной. Затем обратную пружину, поршень Second Break и стопорное кольцо. По порядку установите упорный подшипник номер 4, стопицу Overdrive Clutch Hub и подшипник номер 3. А затем Reverse и Overdrive Clutch в сборе. Установите подшипник номер 2, кольцо упорного подшипника номер 1 и завершение масляного насоса. Проверьте осевой люфт входного вала. Если он не в допусках, замените кольцо упорного подшипника номер 1 другим с подходящим размером и проверьте снова. После этого установите механизм паркинга. Возьмите поршни и пружины гидроаккумуляторов и установите их по соответствующим местам, следуя инификационным меткам на пружинах. Далее установите сеточный фильтр и два новых сальника, правильно расположив их. Теперь установите уплотнительные кольца, электропроводку и блок клапанов, включая датчик температуры масла. Когда устанавливаете блок клапанов, обратите внимание на расположение болтов. Так как они имеют различную длину. Следующим установите масляный фильтр с новым уплотнительным кольцом. При установке масляного поддона, обратите внимание на расположение магнитов в нем и убедитесь, что вы не намазали слишком много герметика. В заключении установите все наружные детали. Затем отрегулируйте датчик положения рычага выбора передач. Поставьте рычаг в нейтральную передачу и вставьте штифт в центровочное отверстие. Если это невозможно, отпустите болты и отрегулируйте датчик. Для получения пятой передачи были добавлены такие детали, как планетарный механизм директ клатч, директ клатч, односторонний подшипник и ленточный тормоз редакшн-рейт. Блок клапанов содержит два новых клапана и еще один электромагнитный клапан. Для того, чтобы сделать включение передач более комфортным, два дополнительных аккумулятора были добавлены. Во время разборки все эти детали могут легко быть вынуты. Процедуры и методы проверки в новых добавленных компонентов точно такие же, как и для 4-х скоростной модели, кроме регулировки ленточного тормоза. Отличие заключается в следующем. Когда устанавливаете ленточный тормоз, убедитесь, что он занял правильное положение. Затем установите директ клатч. Полностью вкрутите шток привода ленточного тормоза в поршень. Установите пружину поршня привода ленточного тормоза и вставьте поршень в корпус АКПП, так, чтобы разрез стопорного кольца был в указанном положении. Затем полностью затяните шток от руки. После этого вам будет необходимо отрегулировать ленточный тормоз по следующей процедуре. Сначала вставьте специальный инструмент MB-991-693, который предотвратит проворачивание поршни. Используйте насадку из набора специального инструмента MB-991-633 для затяжки штока поршня ленточного тормоза с усилием 10 Нм. Затем отпустите его и повторите процедуру еще раз. Теперь затяните шток с усилием 5 Нм и отпустите его на 5,5 или 5,75 оборотов. Затем закрутите контргайку от руки. Используйте специальный инструмент MB-991-633 для предотвращения проворачивания штока поршня. И затяните гайку с определенным усилием. После установки нового полотененного кольца, установите крышку и стопорное кольцо. Следующим установите планетарный ряд Direct. С этого момента и далее процедура по сборке точно такая же, как и для 4-ступенчатой трансмиссии. После того, как вы закончили сборку трансмиссии, будьте внимательны, чтобы использовать соответствующую жидкость для автоматических трансмиссий, а именно SP3 или эквивалент. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...